Здравствуйте, уважаемые коллеги, есть знакомые фамилии в слушателях, очень приятно. Всех вновь слушателей приветствую. Особое приветствие бронницам. Это места моего детства. Мы оттуда. И сегодня у нас будет очень серьезная проблема. Если у кого-то чего-то нет, звука, видео плохое, напишите. Если кто-то не напишет, значит у всех все хорошо. Слышно меня хорошо, не фонит ничего. Тема у нас сегодня очень серьезная, потому что все мы прекрасно понимаем, что социономические профессии и прежде всего, конечно же, профессия педагога, это очень проблемные по потере здоровья, в том числе и эмоционального здоровья, профессии. В актерах очень много, и поэтому я выбрала эту тему в начале нашего учебного года, для того, чтобы все-таки это заставило нас с вами задуматься, правильно ли мы в некоторых ситуациях реагируем на какие-то очень эмоциональные моменты. Презентация у меня большая, поэтому я буду просто некоторые страницы пролистывать. Эта презентация будет вам доступна, вы ее можете скачать по определенной ссылке. Вопросы, пожалуйста, я спрошу не в общий час, потому что трудно искать, а именно в чат-вопросы, для того, чтобы они были передо мной, чтобы я это сразу же видела. Ну и вопросы задавайте как можно конкретнее, для того, чтобы я успевала на них отвечать. Ну и давайте начнем. Тема эта мне очень знакома, я занимаюсь именно этой темой почти 20 лет. Моя диссертация кандидатская по этой теме, но она более по психофизиологии, потому что мы изучали еще электроэнцефалографические данные при синдроме, поэтому тема мне очень близка, я обследовала очень много педагогов на эту тему, и, соответственно, я буду оперировать в том числе и своими данными, которые статистически значимы. Ну и смотрите, дело в том, что мы пребываем в определенном состоянии, это состояние называется стресс, а развивается это состояние тогда, когда, первое, сильное, неблагоприятное и отрицательно влияющее на организм воздействия. То есть, сильно, долго, неблагоприятное и отрицательно влияющее на организм воздействие. Это основные определения стресса. Почему получается-то это самое в горами? Потому что есть острый стресс, а есть хронический. Вот смотрите, сильное, неблагоприятное для организма физиологическое и психологическое реакция на действия агрессора. А здесь, вот опять же, мы должны понимать, что это может быть острое воздействие и реакция острая, стрессовая, в чем она заключается, мы сейчас будем обо с вами говорить. Ну и это может быть также длительное воздействие. Ну, сейчас факторов очень много негативных, которые могут вызвать реакцию, ответную реакцию, стрессовую реакцию на них. Сильные, неблагоприятные и благоприятные для организма реакции разного рода. Неспецифические черты физиологических и психологических реакций при сильных экстремальных воздействиях. Неспецифические черты физиологических и психологических реакций, возникающих при всяких реакциях организма. Здесь очень сложно выделять отрицательные и положительные моменты, потому что если для кого-то это будет обычное состояние, обычная ситуация и реакция будет вполне адекватная данной ситуации, то для другого эта же самая аналогичная ситуация будет уже агрессивная ситуация, которая будет вызывать сильную реакцию на нее. То есть вот эту самую стрессовую реакцию. Дальше. Ну и как, что же такое синдром эмоционального выгорания? Ну прежде всего в 1974 году Фреденберг сделал такое определение данному состоянию. Состояние изнеможения, истощения с ощущением собственной бесполезности. Хорошее, да? То есть действительно мы изнемогаем. Вот вчера вечером я поняла, что тема актуальна будет и для меня, потому что несмотря на то, что только что все началось, у меня состояние изнеможения. Ну с учетом того, что конечно я сидела целый день, но доводить до этого совершенно невозможно, потому что это один из симптомов начинающегося, формирующегося или сформированного синдрома эмоционального выгорания. В 1981 году Моро предложил такой очень метафоричный, театральный такой образ синдрома. Запах горящей психологической проводки. Когда проводка горит, ну в любом случае мы с вами когда-то этот запах ощущали, очень неприятно и сразу возникает опасность. Опасность чего? Пожара, естественно пожара. Так вот, естественно, вот этот запах горящей психологической проводки говорит о том, что у нас психологическое состояние уже критическое. Раз мы ожидаем пожара, это может быть серьезный пожар, который будет сжираться наше здоровье, физиологическое уже здоровье. Здесь самое проблемное то, что вот эти психосоматические заболевания – это итог эмоционального выгорания. Ну и бойко – это то, что мы пользуемся в настоящее время в научной среде и в среде психологической. Это эмоциональное выгорание, это выработанный личностью механизм психологической защиты в форме полного или частичного исключения эмоций в ответ на избранные психотрагнирующие ответы. Все очень четко, есть эмоции, есть ответы, ну и, соответственно, основоположником выделения этого синдрома, основоположником систематизации симптомов этого синдрома – это Кристина Махов. И она выделила три составляющие, основные составляющие, которые, в общем-то, проявляются при накоплении вот этих отрицательных или положительных эмоций. Деперсонализация, ну, по-другому мы называем это цинизмом. Ну, смотрите, появляется холодность, формальность контактов, черство, цинизм как таковой. Дальше. Бездушное, циничное отношение к раздражителям, прежде всего, к субъектам образовательного процесса. Ну, а будем честными, когда-то у нас такие ощущения на определенном этапе у многих из нас возникали. Неприятие, просто сказать, что неприятен этот вам человек, и в какой-то степени на каком-то этапе он начинает нас раздражать. Дальше накапливается формальность контактов, но они уже не только в педагогической деятельности, но и в личностных отношениях. То есть в семье, прежде всего, начинает страдать у нас, в том числе, и семья. Дальше. Негативные установки. Раздражение, сдержанное, но оно уже начинает на более поздних этапах выплескиваться наружу, причем это будет, ну, сами понимаете, проявляться в крики, в угрозах, в оскорблениях, возможно, в унижении субъектов образовательного процесса. Но прежде всего, это, конечно, дети и коллеги. Ну и такой человек начинает, хотя, несмотря на то, что до этого за ним не наблюдалось, он начинает провоцировать конфликтные ситуации. Редукция профессиональных достижений. То есть все, что было достигнуто, реально достигнуто, человек, педагог, независимо от пола, начинает занижать свои профессиональные успехи. Это в связи с тем, что у него нет удовлетворения, эмоционального удовлетворения от своей работы. Ну и что грамоту дали, ну и что дети в Олимпиадах выиграли. Все это ерунда, потому что вот ценность профессиональной деятельности, она резко снижается в сознании педагога. Не потому, что ему не оказывают этих знаков внимания, а в силу того, что есть какие-то другие факторы, которые спровоцировали формирование вот этого симптома серьезного. Возникновение чувства собственной некомпетенции в своей профессиональной сфере. Ну было, было, конечно было. Ну у меня бывает, я не могу сказать, что часто, но вот период, когда я начинаю уже уставать от профессиональной деятельности, естественно, что у меня возникает, вот я что-то лекцию неправильно прочитала, вот я статью какую-то глупую написала, хотя я прекрасно понимаю, что ее приняли в печати, и там сидел редактор, и он не оценил мою статью как глупую, а принял ее в печати. Недовольство собой, уменьшение ценности своей деятельности, негативное самовосприятие в профессиональной сфере, ведь это все личностное, все я, самоотношение. Дальше, чувство вины и собственные негативные проявления и чувства. Это я виноват, что я не так сделала, это я виновата, что не так сделала. Снижение профессиональной и личной самооценки. Появление чувства собственной несостоятельности и формируется без различия в работе, несмотря на то, что человек выбирал эту профессию, и он действительно не успешен. Но вот негативные факторы повлияли на формирование вот такого составляющего. Так, а где третий-то у меня? Сейчас, скажем, чуть-чуть не туда. Так, деперсонализация, редукция. А где третий-то у меня? А, вот эмоциональная истощенность пролистнула. Ну и эмоциональная истощенность, она вот начинает, немножко назад, извините, вернемся. Чувство эмоциональной опустощенности и усталости. Усталости в самом начале именно профессиональной деятельности. В самом начале деятельность, которая не связана с выполнением обязанностей каких-то, а увлечение, домашняя работа, общение с близкими, все это остается еще в самом начале. Но постепенно будет нарастать и, как мы увидели с вами, расширяться сфера приложения, вот эта истощаемость, истощенность. Ощущение постоянной усталости от работы. Чувство приглушенности, притупленности собственных мыслей. Серое, чего-то все стало. Чего-то я не хочу слушать, меня это не радует. То, что радовало буквально вот не так давно. Появление неконтролируемых, быстреченных вспышек, раздражения и даже гнила. Так, что же влияет на формирование, что провоцирует формирование синдрома эмоционального выгорания? Мы с вами должны понимать, что синдром – это совокупность отдельных симптомов. Мы не говорим о каком-то психическом или соматическом заболевании. Появляются симптомы отдельные, но они характерные для определенной категории людей, социономических профессий. Поэтому они объединены были именно в этот синдром. Симптом – синдром заболевания. Какие же факторы? Хроническая напряженная, психоэмоциональная деятельность. Ну, поднимите руки, у кого эта деятельность сейчас осуществляется. Ну, я думаю, что 100% поднимите. Дестабилизирующая организация деятельности. Ну, весной мы с вами испытали очень серьезное для большинства из нас изменение режима организации нашей деятельности, когда мы перешли на дистанционное обучение. Это не значит, что нам было очень сложно технически. Нам было очень сложно эмоционально перейти, потому что нет рядом детей. Мы не можем увидеть, что они говорят. У меня студенты. Я, ну, сейчас я провожу все конференции и прошу, чтобы все ребята у меня свои ВИЧики показали, потому что мне нужна обязательно вот эта обратная эмоциональная, мимичная связь. Обязательно. Я без нее не могу. Мне очень сложно. Вот это и называется дестабилизирующая организация деятельности. То есть то, к чему мы привыкли и привыкли за многие годы нашей педагогической деятельности, нам это серьезно мешает. Повышенная ответственность за исполняемые функции операции. Ну, какая ответственность у нас с вами? У нас дети. У нас дети, за которых мы очень ответственны. Сейчас была консультация у меня с девочкой. Ну, видно, что девочка привирает. Ну, я попыталась как-то ее направить на то, чтобы... Ну, не надо привирать в этой ситуации. Ребенок на меня очень обиделся, хотя делала я очень деликатно, что, собственно говоря, доказала, что она в рулька. Она пришла маме, нажалась. Мама уже оскорбленная звонит, как там психолог имел право девочку уличать в том, что ее не стулом ударили. Ну, с ее слов ее ударили стулом в грудь. Ну, я говорю, ты знаешь, у тебя очень серьезные травмы должны были быть. Я говорю, ну, как-то сомнительно, что стул в тебя с лету попал. Ну, была драка тут эта. Вот, и поэтому... Ну, вот видите, то есть мы ответственны за наши слова. И мне казалось, что я разговаривала с ребенком очень деликатно, очень спокойно. Все-таки я давно уже с детьми работаю. Но вот, видите, теперь вот мне придется с мамой выяснять отношения. Мама придет ко мне, я попытаюсь ее успокоить. Наоборот, что я обеспокоилась, что нужно обследоваться, как следует посмотреть, что там и как, трещина в груди и так далее. Неблагополучная психологическая атмосфера профессиональной деятельности. Ну, что сюда мы с вами отнесем? Ну, прежде всего, коллектив. По счастью, у меня всегда были очень хорошие коллективы, где я работала и работаю. То есть вот у меня этот фактор для меня не актуален. Но что еще профессиональной деятельности, вот сюда как атмосферно это относится? Взаимодействие с родителями. И какие родители у нас? Проблемные. Бывают очень проблемные. Вот сейчас с мамой разговаривала, мама на меня стала кидаться. Причем я еще только поздороваться успела. Но удалось все-таки в течение, в процессе беседы, все, мама успокоилась. Мы должны понимать родители, они оставляют детей, мы ответственны за них. Они вправе требовать от нас чего-то, но не чрезмерно, естественно. Но расстались мы очень хорошо, очень мило, ну и пригласила в другой момент подходить ко мне, но агрессия была. Ну, тут уже от нашего опыта, от нашей эмоциональности зависит, как мы на это будем реагировать. Ну и трудный контингент, с которым мы имеем дело, потому что, естественно, что есть проблемные очень родители, есть дети, есть студенты, есть дошколята, которые сами по себе, по многим причинам, к сожалению, проблемны. Сейчас у нас вот это инклюзивное, в кавычках, образование, которое совершенно не дифференцирует, и считается, что один ребенок, который кидается стульями, и который, ну, по меньшей мере, раза в три больше по весу своих сверстников, и с меня ростом, то есть как минимум метр 65 в нем, в 11 лет. Естественно, что есть проблемы у ребенка, и мы должны эти проблемы решать, но это все имеет определенные для нас последствия. Унутренние факторы, которые провоцируют, ну, склонность к эмоциональной легивности, то есть какое-то вот мы не можем переключаться с одной эмоцией на другую, не можем по интенсивности их корректировать, в зависимости от ситуации, застреваем на чем-то, то есть вот это происходит. Ну, и мы с вами люди все практически творческие, и, конечно же, мы воспринимаем и переживаем очень серьезные обстоятельства профессиональной деятельности. Ну, что об этом говорит? Приходим домой с работы. Что мы начинаем? Начинаем проживать опять трудовой день с самого начала. Плохо это? Очень плохо. Я всегда образно, опять же, да, потому что я человек тоже образы любящий, я всегда говорю, ну, не надо работу тащить домой. Ну, как, вот не получается. Я говорю, скажите, пожалуйста, сколько раз, учителя, сколько раз вы сделали ту работу, ну, чаще всего это проверка и так далее, дома, как запланировали. Ой, я обычно приношу и обратно уношу. И национально с шестой и одиннадцатой. По буллингу с пятого по восьмой. Ой, пошли пятого по одиннадцатой. Потом разберем. Извините, пожалуйста, это вот технические вопросы. Вот. И не успеваю, надо же что-то дома делать. А вот эта работа, которая лежит на столе в виде пачки бумаги, да, она раздражает постоянно. И в результате ни домашняя работа не делается полноценно. И человек уже до такой степени устает, прежде всего, от своих эмоций, что, естественно, эта пачка также перекладывается в портфель и также уносится на работу. Можно придумать такое, тоже практическое применение каких-то определенных методик. Ну, образно, не можете пока образно, сложите в пакет сумку, но не доставайте дома из этого пакета. Он не будет вас раздражать бумагами своими, но в то же время вы не будете так резко ломать свое эмоциональное состояние. Следующий шаг. Не берите работу реально, но возьмите ее мысленно, мысленно сложите ее в какой-то пакет, в сумку, унесите домой. Пусть это образно не лежат в вашей сумке, но, естественно, достать уже ничего не сможете. Следующий этап. Сложите образно вашу письменную там работу, которую нужно сделать в образный пакетик. Принесите этот образный пакетик к дверям дома, занесите его на первом этапе домой образно, а на следующем этапе вы оставляете этот пакетик около дверей своего дома. Ну, обычно на это уходит недели, две, три для того, чтобы вы освободились вот от этого желания все притащить домой. Понимаете? То есть здесь нужно все-таки учитывать то, что мы очень эмпатийны, мы очень любим различные сравнения, образы, у многих к этому обязывает ваша дисциплина, она более образов больше, ну, хотя и естественно научные, и точные науки, они точно также пользуются образами различными. Слабая мотивация эмоциональная отдача в профессиональной деятельности. Ну, не хочется эмоций, потому что нет приложения этих эмоций. В университете как-то попроще, хотите, учитесь, не хотите, я вас заставлять не буду. Вы взрослые люди, вы приняли решение не учиться. Это ваше решение. Значит, я буду, вы сидите на лекции, но я не отдаю вам эти эмоции. С детьми и с маленькими, особенно детьми, дошколятками, это очень проблематично. Нравственные дефекты из ориентации личности, но это прежде всего касается моральных каких-то установок учителя и личностных особенностей, акцентуации характера, вплоть до психопатических каких-то явлений. Кстати, акцентуации характера среди педагогов по данным наших исследований очень и очень много, больше половины. Но по счастью, все-таки это те акцентуации личности, как что? Доброта чрезмерная, сострадательность чрезмерная, чрезмерная педантичность, точность ко всему это как закономерно, что это вызывает определенное эмоциональное волнение. Ну и факторы формирования вот здесь посмотрите, то есть я просто перечислю достаточно быстренько личностные факторы, ситуативные требования и профессиональные требования. Ну к личностным что относится? Переживание несправедливости, хроническое переживание одиночества и так низкая самооценка, социальная незащищенность. Ну по поводу нашей социальной незащищенности мы с вами прекрасно знаем, что наша зарплата оставляет желать лучше. Я не знаю, как там в Москве и в Питере, но я знаю, что чем дальше мы от этого, тем проблемнее у нас с зарплатами. Но это социальная незащищенность, потому что вот по этим причине, по этой причине в том числе молодежь неохотно идет в школу. Они зарабатывают, конечно, имеют возможность, но извините, они ведут уже запредельные нагрузки, которые приводят вот к такому состоянию. А с учетом того, что это только и происходит это обстановление педагога, то сами понимаете, что профессиональная деформация данного субъекта это будет очень проблема. Хотя молодой учитель пришел по зову сердца, как говорится, у него знаний достаточно, но вот мы не можем ему предоставить то, что его бы развивало и формировало. Да, есть все это, проводится, но, вероятно, этого недостаточно, и основная все равно возрастная категория в школе это после 40-летнего возраста. Ну и по нашим исследованиям тоже так же и получилось, что основная именно те, которые работают уже 15, 20 и 25 лет. ситуативная, но это, видите, социальное сравнение и оценки других людей. То есть в этом случае нужна в особенном молодом возрасте поддержка 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 и в ситуации успеха и в ситуации неуспеха данного молодого педагога, а в более зрелом возрасте естественно это поддержка и уже признание тех успехов, которые у этого педагога есть. Это обязательно. А здесь, видите, эмоциональные или холодные бесчувственные взаимоотношения с коллегами и подчиненными. Трудные ученики, сюда еще нужно добавить, что трудные родители, которые взрываются с полоборода и даже еще стучку только достаешь из коробка они уже все взорвались. Ну и профессиональные требования это и сложные взаимоотношения, эмоциональное насыщение и много очень всяких административных требований, административных совещаний и сейчас это модно вебинары бесконечные, хотя все понятно, что люди тоже работают, но не всегда эти вебинары бывают нужны. Я просто как школьный психолог вам говорю, что это отнимает очень много времени, но необходимость есть. Хотя не всегда они нужны именно в работе данного педагога, данного психолога. Ну и вот адаптационный вот, написала Миндром, ну синдром, понятно, что ошибка это, стадии общего адаптационного синдрома. То есть здесь мы будем рассматривать, конечно, с точки зрения КСЭП, то есть к синдрому эмоционального выгорания. Адаптационный синдром это состояние, когда человек адаптируется к чему-то, к чему-то. Ну вот смотрите, вот все факторы, которые вышеперечислены, какие-то факторы или в совокупности эти факторы, они повлияли на человека, то есть на педагога, и возникает определенные чувства, определенные ощущения. Вот смотрите, первая фаза, тогда, когда факторы не накопились или они единичны. Педагоги ощущают неудовлетворенность с собой, тревогу, сниженный фон настроения, переживания психотравмирующих ситуаций. Продолжается воздействие по интенсивности, по продолжительности вот эти факторы воздействуют на педагога. Что происходит? Наступает вторая фаза резистенции. А мы не забываем, что адаптационный синдром это прежде всего естественно физиологический синдром. То есть все функции физиологические начинают идти в разрез друг к другу, то есть наступает дисфункция определенных тех или иных функций. И вот наступает тогда, когда организм ищет какие-то выходы из сложившейся ситуации, наступает фаза резистенции. возникает неадекватное избирательное эмоциональное реагирование, эмоционально-нравственная дезориентация, расширение сферы экономии эмоций. Вот то, о чем мы с вами выше говорили. Но тогда, когда организм не нашел выходов и вот эти защитные механизмы не срабатывают, потому что воздействие длительное, очень интенсивное, факторов, влияющих на состояние педагога, очень много из тех, что мы с вами перечислили, совокупность этих факторов, возникает эмоциональный дефицит, не хватает эмоций, эмоциональная отстраненность, а наша все-таки профессия это эмоциональная профессия. Мы отдаем эмоции, мы получаем эмоции, и чем больше каких-то положительных эмоций, тем лучше мы себя чувствуем и физиологически, нам хочется идти на работу, и психологически, мы испытываем удовлетворение от нее. Лично возникает не только эмоционально, но уже и лично снастранено. И вот здесь очень плохо появляются симптомы психосоматические, психовегетативных нарушений. Это отдельная тема, у нас был с вами вебинар. Ну и посмотрите, что такое психофизиологические симптомы эмоционального выгорания, постоянная усталость, то есть симптом хронической усталости, который вполне возможно, что перейдет в синдром, то есть появится еще дополнительное, но сниженное настроение, снижение мотивации, отсутствие желаний что-то делать, и мы говорить будем уже о синдроме хронической усталости. Сколько нужно, вы можете задать, сколько же нужно, чтобы вот этот синдром хронической усталости сформировался. Ну, вы знаете, здесь будет зависеть индивидуально. Это может быть достаточно быстро, особенно если очень интенсивные идут нагрузки и психоэмоциональные, и физиологические нагрузки, то, конечно, это может очень быстро развиться, ну или дольше, в зависимости, например, от того, что адаптационный потенциал данного человека, он значительный. Кстати, есть очень хорошие техники исследования адаптационного потенциала. Ощущение эмоционального и физического истощения, снижение восприимчивости на окружающие, на изменение внешней среды, астонизация, слабое снижение активности, ухудшение даже анализов, то есть снижение показателей, изменение показателей биохимии крови и гормональных показателей. Головные боли, беспричины, боли в животе, синдром так называемого раздраженного кишечника, может быть потеря или увеличение веса, соответственно, снижение или увеличение аппетита, ну, мы знаем, что некоторые проблемы и некоторые люди заедают таким образом, потому что необходимо больше, метаболизм ускоряется и необходимо большее количество пищи. Бессонница, причем бессонница это не значит, что вы всю ночь не спали. Сюда относятся и засыпание неправильное, и отсутствие утром сил каких-то, просыпание несколько раз ночью, раннее просыпание в 3-4 часа утра. То есть здесь очень много различных нарушений, которые, ну, укорачивают сон существенно и, соответственно, днем мы испытываем сомливость. Вот, заторможенное сомливое состояние. Одышка или нарушение при физиологической эмоциональной нагрузки. Ну, когда очень эмоциональная реакция такая, вы, наверное, ощущали, что чувство жара появляется, начинает болеть голова. Это связано с тем, что определенные химические вещества в ответ на вашу эмоциональную реакцию выделяются в организме и, соответственно, вегетативная эта реакция, она очень ярко проявляется. Ну, и снижение внешней и внутренней сенсорной чувствительности до ухудшения зрения, слуха, обоняние и так далее. Но не физиологически, а именно по ощущениям. Социально-психологические симптомы, видите, безразличие, скука, пассивность, вплоть до развития депрессии, к сожалению, действительно, депрессивные состояния и депрессии клинические у педагогов развиваются, к сожалению, достаточно, мы статистически с вами говорим, достаточно чаще, чем у других людей. Вот это связано как раз с эмоциональным вот этим истощением. И, к сожалению, у педагогов, ну, вот когда я работала в психиатрической больнице на Владивостокской, у нас 4, то у меня за время было неоднократно на лечении находились женщины-педагоги, инвалидционные, это, соответственно, когда наступает клинический период, и течение было очень сложно. Очень сложно было их выводить, они лежали подолгу, препараты приходилось подбирать, чтобы состояние не получалось, но полной компенсации данного состояния я ни разу не видела, чтобы человек вышел и все, больше не попадал. То есть человек периодически принимал лекарства, периодически попадал на стационар, то есть это достаточно серьезное состояние, раздражительность даже на какие-то мелочи, срывы, видите, вспышки, отказы, уход в себя, переживание негативных эмоций, чувство вины, обида, подозрительность, стыд, вина, вот я неправильно сделала, вот мне нужно, и начинает по кругу вот эта скачка мыслей по кругу туда-сюда, туда-сюда начинает эта мысль бегать. беспокойство, тревожность, что-то не так, что-то будет плохо, что-то я сделала не то, надо было по-другому, и опять мы туда же возвращаемся на круги своя. следующий момент это гиперответственность, постоянно чувство страха, что не получится, что не справлюсь и так далее. Негативная остановка на жизненные и профессиональные перспективы. Как ни старайся, все равно ничего не получится, и перспектив у меня никаких. Поведенческие. Ощущение, что работа тяжелее, тяжелее, хотя в принципе работа остается той же самой, труднее и труднее, ну это может быть и с возрастом связано с определенным и уже потому что у меня вот фраза среди моих подруг уже звучит неоднократно. Пенсию даром не дают. Не зря мы ее получаем в то время, в которое должны получать. Меняется график, причем самостоятельно меняется. Рано, позже, впритык к началу учебного дня или очень рано, потому что я вот знаю педагогов, которые приходят, занятия начинаются с половины девятого, педагогов семь часов уже на рабочем месте. Необходимости в этом нет никакой абсолютно. Ну вот тревога, что опоздает, то есть выгорание там явное уже, ну и человек вот таким образом пытается компенсировать. Резистенция, фаза резистенции как раз идет. Берет работу домой, но дома ее не делает, о чем мы выше с вами говорили. Руководитель отказывается от принятия решений, причины формулирует различные, как себе, так и другим. То есть здесь уже не связано с тем, что он отлынивает от этих решений, потому что, ну, не может взять ответственность на себя. Эмоционально трудно переживает эту ситуацию. То есть здесь факторы другие, конечно же. Чувство бесполезности. Мы с вами говорили, да, об этом невыполнение важных, приоритетных задач, застревание на мелких деталях, мы тоже за собой это замечали иногда, или у коллег, вы это замечали, это очень серьезная проблема. Дистанцированность. Дистанцированность, появляется критичность или отсутствие критики, как своим состоянием, как своим действием, так и действием других людей. Методика диагностики эмоционального выгорания. Бойка. Методика так и называется, методика диагностики эмоционального выгорания. Дело в том, что если необходимость такая возникнет, будут заявки от вас, то у меня есть целый пакет методик различных, которые вы можете использовать как самостоятельно, они очень легкие в обработке, так и коллективно. То есть здесь очень серьезно. Так, сейчас сразу на вопрос. Каким полномочиями обладает руководитель, если сотрудник не признает факт эмоционального выгорания? Чем может помочь? Имеет ли право временно отстранить выполнение обязанностей? Можно отправить сотрудника на больничный? Нет, диагноза нет. Дело в том, что, ну, во многих, скажем так, тем более в образовательных учреждениях есть психолог. Психолог объективно протестирует, ну, вот это основная методика у нас, и, соответственно, поговорить с самим клиентом и объяснить ему ситуацию, которая сложилась у него, ну, и объяснить, если это действительно уже связано со здоровьем человека, то есть фаза истощения сформировалась, то в данном случае, я думаю, что когда психолог объяснит, что вот такие есть симптомы уже, которые говорят о том, что у вас неблагополучие со стороны соматических органов и систем, ну, я думаю, что тогда он пойдет сам, отстранить от работы вы можете в том случае административно, если он не справляется со своими обязанностями, это однозначно, потому что другого выхода здесь нет. На какой стадии нужно обращаться к врачу? Ну, дело в том, что эмоциональное выгорание это психологическая проблема. И в данной ситуации, конечно, вам нужно работать с психологом. Диагностика должна быть вовремя, но к врачу тогда, когда фаза истощения, там появляется уже проблема, понимаете, то есть проблема со стороны органов. Сейчас, ну, ниже немножко об этом, посимптомно я вам скажу, как это. Поэтому к врачу сразу не надо бежать. Это психологическая проблема, есть техники, которые позволяют все это снивелировать. Ну, и... Что такое? Ничего такого. Что-то не знаю, что-то нажал я. Вот, а естественно, что обязательно все-таки консультация психолога прежде всего. Потому что, еще раз говорю, это проблема психологическая прежде всего. Так, написанию ранее очень интересно ознакомиться с методикой. Но я еще раз говорю, это отдельно, мы сегодня это не успеем. Я вам вот эту методику вам предлагаю, психологи эту методику знают. Она легко в обработке. У меня разработан специально бланк, в котором очень легко просчитывается в течение буквально двух минут. Но это нужно отдельно, именно по методикам диагностики эмоционального выгорания вообще поговорить. Поэтому, если у вас есть заявки, ну, можете написать, чтобы я видела, что у меня будут люди заинтересованы в этом, потому что там методик достаточно много. Надо рассмотреть хотя бы половину из того, что я подбирала именно для монографии. Ну, вот смотрите, выделяется бойка фазы напряжения предвестней, фаза резистенции, она фаза тогда, когда организм приспосабливается, и фаза истощения, когда уже личность изменяется, тонус снижается и так далее. Ну, вот смотрите, фаза напряжения, симптом переживания психотравмирующих обстоятельств, внешний, значит, у нас существует, симптом неудовлетворенности с собой, личностные, симптом загнанности в клетку, много работы не соответствует квалификации, работа это по объему, тревога и депрессия. Ну, она условно названа тревогой и депрессией, потому что, конечно, это снижение настроения, снижение самооценки в этот момент происходит. То есть, понятно, что это условное название. Дальше переходят фазы резистенции, симптом неадекватного избирательного эмоционального реагирования. Экономия ограничений эмоциональной обдачи, неадекватное избирательное эмоциональное реагирование. То есть ситуация, где адекватно нужно среагировать достаточно активно, человек как бы уходит сам в себя и не реагирует на эту ситуацию, хотя он должен на нее среагировать. Он по профессиональным своим обязанностям. Симптом эмоционально-нравственной дезориентации. Видите, логическое продолжение неадекватного реагирования в отношении с деловыми партнерами. У нас с вами партнеры, дети, родители, коллеги. Следующий симптом – расширение сферы экономии эмоций. Начинаем экономить эмоции. Причем сначала, как ни странно, мы начинаем экономить эмоции для близких наших людей. То есть вот как раз, к сожалению, на работе в нашем мозгу больше времени, больше места уделено, чем в семье. Вот это и проявляется вот таким симптомом. Симптом – редукция профессиональных обязанностей. То, что мы с вами говорили. Искусственно человек пытается облегчить или сохранить. Дальше. Вот фаза истощения, тогда, когда физиология подсоединяется, но вы должны понять, что все-таки это физиологические, функциональные изменения, которые, конечно же, определенными методиками, определенными техниками, психологическими, можно повернуть спять. Это не обязательно этим занимается врач. Но каждый из этих симптомов может усугубиться до какого-то серьезного, уже не функционального, а органического поражения. Тогда, конечно же, нам необходимо обратиться к врачу. Эмоциональный дефицит. Ну, понятно, да, что не может ощущение, что не могу я. И если буду оказывать какую-то помощь, то я уже плохо ее буду оказывать, неадекватно. Симптом эмоциональной отстраненности. Симптом личностной отстраненности. То есть не трогайте меня, я эмоции не проявляю, как личность я не реагирую на вас, хотя вы знаете прекрасно, что мы должны реагировать на все, что нас окружает. Ну, вот этот симптом психосоматических и психоведитативных нарушений, это вот как раз и говорит о том, что начались вот те самые психосоматические изменения, которые, к сожалению, могут привести к определенному заболеванию. К врачу необходимо обратиться на любом этапе формирования синдрома эмоционального выгорания, тогда, когда вы начинаете испытывать определенный дискомфорт внутренний, не личностный, а именно со стороны внутренних органов, когда появляется тахикардия, подскоки или снижение артериального давления, появляется немотивированная дышка какая-то, вы тяжело переносите физические нагрузки, проблемы есть со сном, и очень серьезно, это не здесь и сейчас, они продолжаются во время. Здесь, конечно, необходимо обратиться к специалистам, независимо от того, какая фаза истощения у вас, фаза синдрома эмоционального выгорания у вас обнаружена, а не только фаза истощения. Следить нужно очень внимательно. Конечно, к сожалению, не хватает тех знаний педагогам, потому что своих проблем очень много. Знаете, как-то пригласили прочитать как раз вот эту тему, и знаете куда? В мой родной институт, в Армаматерму, почитать лекции, несколько их было, профессорам, доцентам, преподавателям, причем половина из них, это были те преподаватели, которые в свое время преподавали у меня на лечфаке. Я когда пришла, я испытывала, конечно, очень странное ощущение, я встала, сказала, знаете, как на гате, на каком? Сразу заинтересованность такая, ну, потому что я действительно чувствовала себя очень неловко. Меня не узнали, потому что к тому времени я давно уже закончила институт, но когда я сказала, что лечфак 90-й год, вы знаете, такая заинтересованность появилась, и не только заинтересованность к тому, что я врач и читаю им эту лекцию, а именно к самой лекции, потому что меня очень удивило, когда мои преподаватели, ну, подходили выразить, как говорится, благодарность, за что я невероятно благодарна, но и задавали вопросы, вот именно конкретно, как задаете их вы, то есть что делать, как делать, что изменяете, и так далее, и так далее, и так далее. То есть получила я вот эту эмпатию, которую я поняла, что людям это очень интересно, именно применительно, к своему состоянию. Вот что тут так, срываемся, кричим на своих, вот на своих детей, понимаете, на своих детей начинаем срываться, на своих близких начинаем, начинаем воспитывать чрезмерно, начинаем лезть во что не нужно лезть, когда, если бы мы были в нормальном состоянии, мы точно бы не полезли бы в эту ситуацию и дали бы ребенку, ну, именно решить эту проблему самому. Мы начинаем решать ее. Так, методики. Методики, я еще раз говорю, что нужно провести, потому что методики нужно, поэтому, если так, то я, наверное, проведу такой вебинар, если будет такая возможность, то мы проведем, и я думаю, что она не только будет интересно именно психологам, а многим-многим специалистам. По поводу вот этой методики Бойко, их несколько, но вот именно методиков, которые четко разделены на вот эти этапы формирования, поэтому, пожалуйста. Так, что следующее у нас с вами? Ну, что необходимо, как профилактику синдрома эмоционального логорания? Я уже сказала, что своевременная психологическая диагностика прежде всего. Есть психофизиологические тесты, которые позволяют определить, в том числе и адаптационный потенциал, в том числе и состояние, физиологическое состояние, познавательные сферы. Их достаточно много, комплексно, если проводить, то очень можно выявить четко-четко причину, так как я врачу, мне нужна причина. Почему? Потому что в каждом случае это будет именно профилактика своя и коррекция своя. Потому что здесь мы не можем сказать с вами, что групповые какие-то занятия проводить в этом случае. В этом случае в группе надо проводить как раз информирование, диагностику и, самое главное, информация. Ну, снятие психоэмоционального напряжения, улучшение состояния. Да, вот здесь можно проводить групповые занятия. Ну, во многих учреждениях образовательных есть комнаты психологической разгрузки. И я думаю, что там уже психолог знает, как это сделать и делает весная весна профессионально. Что делать при эмоциональном выгорании? Вот, Степановна, я как раз это и говорю. Увольняться. Нет, Лена Викторовна, увольняться не надо, потому что хороших педагогов не так много остается. И передать свой опыт молодым нужно. А молодым не нужно увольняться, потому что и это все пройдет. Так что все это нормально. Так, вот смотрите. Снижение негативных переживаний в трансформации в положительные эмоции. Этим занимаются тоже психологи, потому что здесь в основном психологические я вам привожу методы, стратегии. Дальше. Ознакомление с техниками управления и саморегуляцией эмоциональных состояний. Здесь тоже очень много методик, которые позволяют выявить и стиль педагогической деятельности и определить стратегию поведения в конфликтной ситуации, механизмы психологической защиты и, соответственно, из этого проводить коррекционные какие-то мероприятия. Формирование потребностей в здоровом образе жизни и гармоничной профессиональной деятельности. Я веду в университете дисциплины, которые очень тесно связаны именно со здоровым образом жизни. И вы знаете, сначала я вижу такие скучающие лица студентов, но после первой же лабораторной работы это состояние резко изменяется, и ребята начинают уже интересоваться. Начинать это, конечно, нужно в очень раннем возрасте, своим примером, рассказывая, показывая все это, потому что, знаете, я когда составляла лабораторные вот эти работы для первокурсников, в алиологии есть такая дисциплина, в алиологии, и я думала, что слишком они простые, для меня как для врача. Оказалось, что дети даже этого не знают. Они пришли из школы, и они даже этого не знают. И они искренне удивляются в последующем, когда они получают, что у них возраст 18-19 лет, а на самом деле им 30, 32. И они впадают в шок, и мы начинаем, вот отрицательное эмоциональное состояние, и мы начинаем искать причину, почему такое произошло в его жизни. Ну, соответственно, даем кучу информации, которую он будет в дальнейшем использовать. Так, у нас время заканчивается. Ну, и вот здесь направление четко я вам прописала, влияние педагогического стажа на формирование в эмоциональном выгорании. Вот эта табличка, ну, вот для себя можете, естественно, психолога и педагога, ну, в большей степени табличка, конечно, для психолога, она как вот для планирования очень удобна. И стаж в годах, вот видите, мы брали стаж в годах, а не возраст. Потому что у нас основная была градация, все исследования, это был стаж в годах. Следующее. Психологическая профилактика, соответственно, да, что вот именно изменения, что человек-человек работа, и дальше психологическое образование, повышение квалификации, психо-физиологические, психологические основы саморегуляции, тоже психолог делает, адаптивные ресурсы педагога, здесь подключить можно медицинского работника, семейное консультирование, психо-коррекция, семейное консультирование именно для педагога, потому что страдает первая сияжа, очередь семья. Ну и что практически мы должны делать? Вот такая вот, ну, вот такую мы составили карточку в свое время. Ну и библиография, которую вы можете посмотреть, я думаю, что будет интересно. Какие вопросы у вас есть ко мне? Пожалуйста. Как тут не выгореть после дистанционки, затянутого и гей-практического отсутствия отпуска? Нет, у меня все-таки отпуск был, но, правда, мы никуда не ездили. А по поводу выгорания, знаете, когда я сидела на строгой изоляции, потому что у меня есть хроническое заболевание, и ко мне даже родственники когда приходили, дети, девочки, кто-то, зять, там все привозили продукты, что-то еще, лекарства. Они даже не заходили, они протягивали пакет, не говорили, обработай сейчас же все. А вот, и когда они звонили, что делаешь? Я говорю, да ничего. Чем занимаешься? Я говорю, с собаками разговаривала. А у меня два грифончика. Ну, как разговариваешь? Я говорю, реально сижу и разговариваю с собаками. Но я говорю, слава богу, собаки пока еще не отвечают. Так что, в общем-то, дистанционка закончилась вовремя. Контакты мои. Так, я не перенаписала здесь контакты, да? Вот, мои контакты, пожалуйста. Телефон я на связи. Можете писать сообщение. Правда, в WhatsApp у меня другой номер телефона. Запишите, пожалуйста, кого это заинтересует. Что-то я не указала. 8-917-35-74-349. 9-917-35-74-349. Ну, сюда можете писать сообщение. Ну, и на почту, пожалуйста, все, что необходимо. 9-917-335-74-349. Спасибо, Татьяна Викторовна. Вот. Если вопросов нет у вас, пожалуйста, следите. Я читаю каждый месяц, вебинар провожу. Конечно, это связано с практической, в большей степени, психологией, педагогией, учителя, родителей, дети. Это приоритеты мои. Ну, по методикам я все поняла. Ну, и я так понимаю, что скоро мы объявим дистанционные курсы, в том числе и я свои темы представила. Это темы, касающиеся психических нарушений у детей. Это аутистические расстройства, расстройства аутистического спектра. Это дети с интеллектуальными нарушениями. Это организация коррекционно-развивающая работа с детьми с ОГСД. То есть тот материал, который я знаю практически, и где я смогу какую-то практическую помощь вам оказать. Спасибо вам за внимание. У меня все. Цена курсов, Ольга, Оксана Викторовна, я пока не знаю. Это все к администраторам, потому что я, в общем-то, реализатор вот этих идей, а остальное, пожалуйста. Вы понимаете, что сегодня мы разобрали только часть проблемы, очень поверхностную. Класс там огромный, поэтому я думаю, что мы вернемся еще к этой теме.